В этом выпуске мы поговорим про самую древнюю из всех ныне существующих религий. Последователи этой религии верят в переселение душ, почитают коров, а также поклоняются множеству разных богов. Это 10 интересных фактов про индуизм. Индуизм является третьей религией в мире по количеству последователей после христианства и ислама. Всего на планете насчитывается примерно 1 миллиард индуистов. В отличие от христианства и ислама, которые распространены во многих странах, 99% индуистов живут только лишь в Индии, а также в нескольких находящихся рядом с ней странах, Непале и Бангладеш. Это страны с очень большим населением, поэтому и последователей индуизма так много. В отличие от абсолютного большинства религий, индуизм не имеет какого-то основателя или пророка, подобно Аврааму, Иисусу или Мухаммаду. При этом индуизм это самая древняя из всех ныне существующих религий. Он начал формироваться примерно 4 тысячи лет назад и является смесью различных практик и верований народов, которые жили в Древней Индии. В христианстве и исламе, например, много разных конфессий. Католики, православные, сунниты и шииты. Так вот, в индуизме этих конфессий еще больше. Причем различия между ними могут быть гораздо более значительными, чем между конфессиями христианства и ислама. В индуизме нет единой доктрины, но у практически всех ответвлений есть общие принципы и верования. Сейчас я вам о них расскажу. Сразу хочу отметить, что я буду рассказывать об индуизме в очень упрощенном виде, опуская многие детали, потому что иначе рассказ о том, во что они верят, занял бы очень много времени и его не хватило бы на другие факты. Так что если вы знаток индуизма, прошу отнестись с пониманием. Прежде всего, все индуисты верят в такую концепцию, как Брахман. Это вселенский абсолют. По сути, Брахман это то, из чего состоит вся вселенная, и при этом он сам тоже является вселенной. Все вокруг это Брахман, его проявление. Он не имеет пола, он вечный, неподвижный и вездесущий. Брахман это источник всей реальности. Его можно сравнить с океаном и каплей. Капля это не океан, но при этом она является частицей океана и рано или поздно возвращается обратно в него. То же происходит и с человеческими душами. В индуизме душа называется Атман, и изначально она является частью Брахмана. У каждого человека и животного есть Атман, и действия этого Атмана, то есть души в жизни, влияют на то, кем в следующей жизни он станет. Этот закон называется кармой. Многим из вас знаком этот концепт. Закон кармы гласит, что если вы будете делать плохие вещи, то в следующей жизни плохие вещи будут делать уже с вами. И наоборот. Чтобы заработать себе хорошую карму, нужно следовать понятию, которое называется дхарма. Это можно объяснить как некое предписание того, как надо жить. Некий нравственный долг, правильное поведение. У каждого существа, у каждого человека своя дхарма, которая описана в священных книгах. Например, дхарма тигра – это охотиться и убивать добычу. Дхарма коровы – давать молоко и кормить людей. Дхарма короля – справедливо править своим государством. А дхарма зрителя Дамиоза – это подписаться на канал, нажать на колокольчик и оставить коммент под его видео. Если все существа в мире будут следовать своей дхарме, то в мире не будет войн и страданий. А если отдельный человек следует своей дхарме всегда, то он достигнет мокши, то есть освобождения из круговорота перерождений. Он перестанет, наконец, перерождаться на земле и возвращается к Брахману, слившись с ним воедино в вечном блаженстве и покое. Мокши является главной целью любого индуиста. Отдельная капля снова возвращается в океан и становится единым целым с ним. Индуисты также верят в то, что Вселенная бесконечна во времени, но при этом она разделена на циклы. Каждый цикл разделен на четыре эпохи. В индуизме они называются югами. Длина каждой эпохи разная, но полный цикл из четырех эпох длится 4 миллиона и 320 тысяч лет. В конце каждого цикла в мире становится все больше и больше зла. Нравственность падает, люди становятся злыми и жестокими. И в конце концов это ведет к уничтожению мира, а затем к его перерождению. Последняя эпоха в цикле называется Кали-юга. И, конечно же, как и в большинстве других религий, сейчас мы живем именно в ней. В конце времен, когда все в мире плохо и ужасно, и скоро наступит конец света. В индуизме есть просто огромное количество священных писаний. Их можно условно разделить на два типа. Первый тип это веды. Писания, которые якобы не были созданы людьми, а существовали сами по себе всегда. Люди их просто записали. В них содержатся законы о том, как надо жить. При этом веды многие века передавались из поколения в поколение в устном виде, в стихотворной форме. А записаны они были значительно позже, чем возникли. Второй тип писаний это эпосы и поэмы, в которых излагается философия индуизма в виде различных историй. Среди писаний такого типа Махабхарата, самая длинная в мире поэма, которая в восемь раз больше Библии. В ней есть текст, который называется Бхагват-гита. Она является, пожалуй, самой важной ее частью. В этом разделе бог Кришна беседует с полководцем Арджуной перед большой битвой. Кришна объясняет Арджуне то, почему он должен сражаться и как правильно жить. Такую книжку вам когда-то наверняка предлагали почитать кришнаиты на улице. В индуизме существует еще множество других писаний, но в подробности вдаваться мы не будем. В этой религии также есть множество богов. При этом все боги, по сути, являются проявлениями Брахмана, то есть разными его ипостасями. Из-за большого количества богов многие считают индуизм язычеством, но на самом деле он вряд ли таковым является. И индуизм все-таки ближе к монетеизму, так как хоть богов в нем и много, все они, по сути, являются одним главным богом, просто в разных его проявлениях. В индуизме тоже есть троица, три главных формы бога. Это Вишну, Шива и Брахма. Начнем с последнего. Брахма, не путать с Брахманом, это бог творения, создавший нашу материальную вселенную. Интересно то, что из всех трех божеств у Брахмы самое маленькое количество почитателей и построенных в его честь храмов. Их всего единицы по всей Индии, против десятков тысяч у Шивы и Вишну. В индуизме это объясняется по-разному. Согласно первому объяснению, Брахма создал всю нашу материальную вселенную, и из-за него теперь мы тут все страдаем. Естественно, что подобное деяние не может вызывать никакого уважения. Есть еще легенда о том, что Шива, один из трех главных богов, проклял Брахму. И вот за что. Как-то раз Брахма и Вишну решили узнать то, где начинается и где заканчивается огромный, вкопанный в землю каменный фалос, уходящий далеко в небо. Если кто не знает, фалос это символическое изображение мужского полового члена. Этот фалос символизировал Шиву. Так вот, Брахма превратился в лебедя и полетел вверх, а Вишну превратился в кабана и начал копать землю вниз. В итоге Вишну не смог найти начало фалоса в земле и признал, что тот не имеет начала. Однако Брахма, поднимаясь все выше и выше в форме лебедя, тоже не смог найти конец, но при этом он наткнулся там на цветок. И он попросил этот цветок засвидетельствовать факт того, что Брахма нашел конец огромного бесконечного члена. В итоге, когда слухи об этом дошли до Шивы, тот очень разозлился, что кто-то ставит под сомнение бесконечность посвященного ему члена. И поэтому проклял Брахму на то, что никто не будет ему поклоняться. Вот такая история. Второй бог в этой троице это Вишну. Он хранитель нашей вселенной и делает все, чтобы поддерживать ее в порядке. Периодически Вишну приходит на землю в виде аватаров. Аватар это его воплощение на земле в человеческой форме. Самые главные его воплощения это Рама и Кришна. У каждого из этих аватаров есть свои почитатели. Например, кришнаиты, которые поклоняются Кришне. В целом, Вишну со своими аватарами является самым популярным богом. Третий в списке это Шива. Он бог разрушения. Его задачей является уничтожение нашей вселенной в самом конце цикла для того, чтобы она переродилась вновь и начала новый цикл. У Шивы тоже много почитателей. В индуизме вообще существует еще огромное количество богов, каждый из которых за что-то отвечает. У богов есть дети и жены, между ними происходили какие-то конфликты и так далее. Но в это углубляться мы не будем. Основной смысл индуистского пантеона, надеюсь, я до вас донес. Центральное место в индуизме занимает река Ганг. Эта река очень длинная. Ее длина 2700 километров. И она течет с самого севера Индии из Гималаев на юго-восток этой страны. Вода этой реки считается священной. Индуисты верят, что она способна очищать человека. Каждый индуист хотя бы раз в своей жизни должен совершить паломничество Гангу. Ну а те, кто живут рядом с ним, приходят омываться и пить его воды постоянно. Стоит сказать, что физически эта река очень грязная. Находящиеся на ее берегах индийские города с гигантским населением засоряют эту реку всем, чем только можно. Но верующих это не отпугивает. Помимо места освящения, Ганг также является местом захоронения. Индуисты верят, что Ганг это мост между небом и землей. Поэтому тела умерших так или иначе должны оказаться в этой реке. На берегах этой реки постоянно горят костры, на которых сжигают трупы людей. После чего их прах и несгоревшие останки сбрасываются в Ганг. Иногда трупы умерших людей везут Гангу через всю страну для того, чтобы совершить этот ритуал. В Индии есть целая индустрия, специализирующаяся на перевозке тел умерших с этой целью. Бедные люди, которые не могут позволить себе оплатить доставку трупа родственника к Гангу, сжигают его в местном крематории, после чего берут прах, едут к Гангу и там развеивают прах над рекой. Есть и совсем бедные люди, которые не могут оплатить услуги крематория, у которых даже нет денег на дрова для погребального костра. Такие люди, если живут недалеко от Ганга, то просто бросают труп умершего человека в реку, и он плывет по ней дальше, в конце концов прибиваясь к какой-то скале или, в лучшем случае, уплывая в океан. Плывущие по реке Ганг трупы в Индии это явление абсолютно обычное. Напомню, что в самом начале я говорил о том, что индусы пьют воду из Ганга, считая ее священной, а также моются в ней. Они набирают ее в бутылки и увозят к себе домой, часто в другую часть Индии, далеко-далеко. Есть даже специальные компании, которые набирают эту воду в Ганге и затем разводят по всей стране. Эта вода используется для омовения младенцев, для омовения перед смертью и даже для изготовления различных индийских традиционных лекарств. Все знают о такой особенности индуизма, как почитание коров. Эти животные среди индуистов считаются священными, их почитают и им поклоняются. Корова символизирует любящую мать, которая дает заботу и свое молоко для питания своих детей. Коровы в Индии могут спокойно гулять где угодно, даже на самых оживленных улицах крупнейших индийских городов. Если вы ударите или как-то покалечите корову, то попадете за это в тюрьму. С этим в Индии все строго. То же касается и быков. Коровы и быки живут там до самой старости и умирают сами, прожив долгую жизнь. Так как многие индусы-вегетарианцы, молоко и молочные продукты играют очень важную роль в их рационе. Но на этом индусы не останавливаются. Они употребляют не только молоко, но и мочу коров, которая продается в Индии, разлитая в бутылки. Ее пьют, делают из нее индийские традиционные лекарства, натираются, моют в коровьей моче детей и так далее. Активно используются и коровьи какахи тоже. Коровий навоз служит хорошим топливом для печей в Индии, для отопления, приготовления пищи и для кипячения воды. Коровий навоз также используется как штукатурка для стен, так как защищает от плесени. Еще сушеные коровьи какашки являются очень эффективным средством против насекомых. Их поджигают, они начинают тлеть, и этот дым прогоняет кровососов. Поэтому дымом от горящего сухого навоза окуривают дома. Также коровий навоз тоже употребляется внутрь в виде аюрведических лекарств. Обычно его смешивают с молоком, топленым маслом, коровьей мочой и йогуртом. Это снадобие, как считается, способно вылечить многие болезни и дать силы тому, кто его принимает. За бой коров в Индии запрещен почти во всех штатах. Однако есть несколько штатов, где это разрешено. Предприимчивые индусы везут своих коров туда и продают на скотобойне. Затем это мясо продается местному мусульманскому и христианскому населению. Экспорт говядины за границу в Индии строго запрещен. Все знают о такой книге, как Камасутра. Большинство людей сразу представляет себе книгу с картинками, на которых изображены позы для Саити. Однако далеко не все знают, что настоящая оригинальная Камасутра состоит далеко не только из этого. Вообще Камасутра это древний индийский трактат. Слово Кама на санскрите означает чувственные наслаждения. К таким наслаждениям должен стремиться каждый человек. Так вот Камасутра это трактат о Каме, то есть о таких наслаждениях. Описание пост для Саити это только одна пятая часть этой книги. Все остальное это наставление о том, как быть хорошим гражданином, как ухаживать за женщиной, как организовывать и проводить свадьбу, а также о том, как обольщать людей и располагать их к себе. Причем в оригинальной Камасутре никаких картинок с позами не было, были только их описания. Интересно то, что многие позы названы в честь животных, так как имитируют их половой акт. Так вот, согласно Камасутре, в таких позах надо издавать те же звуки, которые издают животные, в честь кого названы эти позы. Трактат был переведен на английский в конце 19 века англичанином и издан очень маленьким тиражом. Цена на эту книгу была тогда искусственно завышена, чтобы ее не мог купить обычный британец. Книга из-за своего очень непристойного содержания предназначалась только для изучения специалистами. Такой статус был у нее в Британии вплоть до 1960-х годов. Тогда там случилась сексуальная революция и Камасутру начали издавать для широкой публики. Однако большинство современных книг, называющихся Камасутра, это не вся книга, а только та лишь ее часть, посвященная позам. В индуизме есть одна ужасная и жестокая традиция, которая, к счастью, в современном мире почти не практикуется, так как повсеместно запрещена в Индии. Этот ритуал называется сати. Он заключается в том, что когда умирает женатый мужчина, его вдова сжигается живьем вместе с ним на погребальном костре, а вокруг стоят члены семьи, их дети, друзья и родственники, которые наблюдают за этим процессом. Формально в индуизме подобное самосожжение вдовы является делом добровольным, то есть если она не хочет этого делать, то и не надо. Но при этом нужно понимать, что существует общественное давление на такую вдову. От нее ожидают, что она сама захочет последовать за своим мужем на погребальный костер. А если она сомневается, то община быстро ей напомнит о том, что значит быть верной женой и по сути заставит ее совершить такой ритуал. Во время ритуала женщины сидели или лежали на погребальном костре рядом с телом мужа. Также были и случаи, когда они прыгали в уже горящий костер. Часто их также связывали и обездвиживали для того, чтобы из этого костра они не выпрыгнули, когда он начнет гореть. Смысл этого ритуала объясняется несколькими положениями. Во-первых, жена, если знает, что ее ждет в случае смерти мужа, не станет его травить ядом. Также в древней Индии за вдову, особенно если она была бездетна, некому было заступиться. Деньги зарабатывать она не могла, также она не могла получить наследство умершего мужа. Поэтому после его смерти вдову ждала унизительная и бедная жизнь. До нее домогались бы разные чужие мужчины, насиловали бы ее и обижали. Также в старину индуисты верили, да и сейчас собственно верят, что вдова приносит несчастье. С ней нельзя общаться и даже просто находиться рядом. Так вот, чтобы избежать всего этого, вдовам предписывалась смерть на костре вместе с телом их мужа. Наибольшее распространение этот ритуал имел в Индии в 15 веке. В те времена это происходило очень часто. Многие европейские путешественники описывали этот ритуал в своих путевых заметках. После 15 века с приходом сначала мусульман в Индию, а потом и европейцев началась борьба с этой традицией. Ее всячески запрещали. Однако контролировать соблюдение такого запрета по всей огромной стране было невозможно. Ритуал с сати иногда происходит и в наше время, хотя это случается крайне редко. За последние 70 лет зарегистрировано всего около 40 таких случаев. И чаще всего вдовы просто прыгали в горящий костер сами, без какого-либо принуждения. В индийских традициях женщины, совершившие сати, считаются героями. Сати считается высшей формой проявления любви и преданности. Поэтому некоторые женщины сами на это идут. Для борьбы с сати в Индии был принят закон, согласно которому все люди, которые являются свидетелями принудительного сати, считаются сообщниками в убийстве и поэтому должны пристать перед судом. Еще в древности был другой обычай. Он называется джоухар. Заключается он вот в чем. Если на город идет вражеская армия, то женщины-солдаты, которые будут защищать этот город, совершают массовое самосожжение до битвы с врагом. Делается это для того, чтобы солдатам, потерявшим своих жен, уже было нечего терять и некуда возвращаться. И чтобы они таким образом не боялись отдать свои жизни в бою. Вот такие вот замечательные традиции были когда-то у верующих индуистов. С древних времен в индийском обществе существует особая социальная система. Их общество разделено на касты, то есть на некие слои. Каждый слой занимает свое социальное положение в обществе. Вот схема индийских каст в виде пирамиды. На самом верху находится каста брахманов. Туда входят священнослужители и гуру. Сразу над ними кшатрии. Это каста воинов и правителей. Под ними находятся вайши. Это торговцы, земледельцы и скотоводы. А под ними шудра. Это простые рабочие, уборщики и слуги. В самом же низу пирамиды находятся неприкасаемые, которые вообще не являются кастой. Они как бы вне этой кастовой системы. Но при этом отношение со стороны всех других каст к неприкасаемым как к самым низшим из людей. Считается, что неприкасаемые способны осквернить собой членов других более высоких каст. Неприкасаемые традиционно занимались в Индии самой грязной, тяжелой и унизительной работой. Они ловили крыс, чистили выгребные ямы, занимались сожжением трупов, забивали скот и так далее. В индуизме есть большое отличие между чем-то грязным и духовно нечистым. Грязным может быть, например, улица или ботинки. Но есть такое понятие, как нечистый. То есть нечто, что является как бы энергетически или духовно нечистым. К таким вещам относятся, например, человеческие фекалии и моча, а также трупы животных. Обычный индуист не должен прикасаться к таким вещам. А вот люди из касты неприкасаемых могут к ним прикасаться и поэтому сами становятся неприкасаемыми. В данный момент в Индии каста неприкасаемых составляет примерно 17% от всего населения. В современной Индии любая кастовая дискриминация запрещена законом, так же, как, например, в США запрещены проявления расизма или сексизма. Но на практике в Индии неприкасаемых все равно сильно дискриминируют. Они постоянно подвергаются насилию со стороны других людей. Нередко в Индии в сельской местности могут убить неприкасаемого за то, что он попил воды из колодца, предназначенного для высших каст или за то, что он оказывал знаки внимания какой-нибудь девушке, которая была из высшей касты. Даже в заведениях они должны пить и есть из предназначенной специально для неприкасаемых посуды. Иначе это заведение рискует потерять клиентов из числа представителей высших каст. А еще совсем недавно, 30 или 50 лет назад, индусы из высших каст вообще не ходили в рестораны и заведения, так как они никогда не могли быть уверены в том, что на кухне в этом ресторане не работают неприкасаемые. Поэтому они все кушали дома. Согласно кастовой системе, неприкасаемым запрещено заходить в индуистские храмы, хотя они сами считаются индуистами. Поэтому у них есть свои храмы, свои боги и свои ритуалы. Правительство борется со всем этим, однако контролировать это все в Индии с ее огромным населением сложно. По индуистской традиции жених должен приезжать на свадьбу верхом на коне. Так вот, когда неприкасаемые следуют этому обычаю тоже, они часто подвергаются нападениям за это. В 2008 году в индийском штате Раджастан жених неприкасаемый впервые проехал на коне на свою свадьбу. Так вот, его охраняли более 400 полицейских и несколько машин скорой помощи. Правительство организовало это для борьбы с кастовой дискриминацией. Согласно индуизму, член каждой касты должен принять свое положение и следовать своей тхарами, то есть своему предписанию о том, как надо жить. И если ты следуешь своей тхарами и соблюдаешь все религиозные законы, то в следующей жизни ты уже перевоплатишься представителем более высокой касты. Поэтому многих жителей Индии такая система устраивает. Вообще, эта система действительно очень удобна для правящих элит прошлого. Это позволяло держать под контролем массы недумающих людей, которые просто принимают на веру созданные для них искусственные ограничения. Традиционно браки между разными кастами были почти невозможны, просто потому, что человек из высшей касты не станет связывать себя узами брака с человеком из более низкой касты. В современной Индии отношение к кастовой системе уже не такое строго, особенно в больших городах. Молодежь в городах часто не обращает внимания на кастовую принадлежность других людей, готовы дружить с представителями других каст и даже вступать с ними в отношения. На индийских сайтах знакомств многие индусы даже специально ставят пометку о том, что их не волнует каста потенциального парня или девушки. Но в сельской же местности, однако, нравы намного более традиционные и там гораздо больше людей, которые не будут связываться с низшими кастами. В деревнях и селах врачи, то есть люди с высшим образованием, часто отказываются лечить неприкасаемых и входить в их дома. Им нельзя заходить в полицейские участки, а дети неприкасаемых не могут посещать школы. Если неприкасаемые отказываются соблюдать эти нормы, последствия для них могут быть печальными. Над ними просто совершат самосуд. Каждую неделю в Индии, согласно статистике, убивают примерно 15 неприкасаемых на почве классовой ненависти к ним. Каждую неделю примерно 5 домов неприкасаемых сгорает в пожаре, специально устроенном их соседями. Такая вот страна, куда каждый год миллионы людей из стран Запада приезжают в поисках духовности и мудрости индийских гуру. Правительство Индии сейчас занимается тем, чтобы организовать возможность для неприкасаемых стать членами кастовой системы. Напомню, что они как бы находятся вне ее. Так вот, для того, чтобы то или иное сообщество неприкасаемых смогло вступить в касту шудр, то есть самую низкую, но все-таки касту, они должны разработать для своей общины мифологию о том, что когда-то давно они произошли от человека, который имел касту. И если они смогут убедить в этом окружающих, то возможно, через пару поколений их примут в низшую касту шудр. Вот такие вот интересные вещи происходят в очень духовной стране в 21 веке. Стоит сказать, что усилия индийского правительства приносят свои плоды. Благодаря законам у неприкасаемых есть свое большое представительство в парламенте страны, а в государственных учреждениях есть квоты, согласно которым определенное количество рабочих мест должно быть отдано неприкасаемым. В 1999 году в Индии даже был избран первый и пока единственный президент, который был из касты неприкасаемых. И народ его, кстати, очень любил. В Индии существует одна большая и неприятная проблема. Более чем у половины населения страны дома нет туалетов. Поэтому большинство из этих людей ходят в туалет и по большому, и по маленькому прямо на улице, на обочинах дорог, в лесах, в чистом поле или просто за домом. Часто люди какают прямо в речке и в ручьи. И причина этого не только в бедности. Дело в том, что человеческие фекалии в Индии считаются нечистыми. И если у человека есть каста, то к ним прикасаться нельзя, так как это повлечет за собой духовное осквернение. То есть коровьими какашками обмазываться можно, можно их есть, а вот человеческие какахи нельзя даже трогать. Более того, человеческий кал настолько оскверняет все вокруг негативной энергии, что индусы стараются сделать все, чтобы фекалии не бывали у них дома. Поэтому дома у них и нет туалета, куда они будут справлять нужду. Потому что пока продукты человеческой жизнедеятельности лежат в унитазе и ждут, пока их смоют, они все равно находятся на территории дома и оскверняют его. Поэтому особо верующие и набожные индусы предпочитают гадить на свежем воздухе в чистом поле. Фекалии потом попадают в сточные воды или просто в реки и колодцы, что способствует распространению болезней. Индийское правительство делает многое для того, чтобы искоренить эту проблему. Но с этой древней традицией бороться очень тяжело. Правительство строит общественные туалеты в каждом районе в надежду на то, что жители будут ходить туда, а не на улицу. Кто-то так и делает, но многие нет, потому что они просто так привыкли, так как их предки тысячелетиями гадили на улице. Причем многие общественные туалеты устроены очень интересным образом. Дело в том, что канализация в Индии есть далеко не везде, поэтому приходится пользоваться выгребными ямами. Но вот проблема. Выгребные ямы периодически надо вычищать, а прикасаться к фекалиям нельзя. Можно, конечно, позвать неприкасаемых, но это уже является некой формой дискриминации, с которой в Индии борются. Поэтому было придумано вот какое решение. Общественный туалет строится с двумя глубокими выгребными ямами. В течение нескольких лет первая яма медленно заполняется фекалиями, после чего, когда она наполнится, с помощью механизма труба из туалета меняет положение и направляет нечистоты уже во вторую яму, которая тоже наполняется в течение нескольких лет. Так вот, пока вторая яма наполняется, фекалии в первой яме высыхают и превращаются во что-то вроде окаменелости, в такой твердый навоз. Так вот, этот навоз уже не считается индуистами нечистым. Его можно спокойно брать в руки и даже использовать как удобрение для растений. Возможно, вы спросите о том, как этот факт про туалет связан с индуизмом, ведь это просто национальная особенность. Но нет, именно из-за своей религиозной веры индусы сами создали себе совершенно ненужную абсурдную проблему отсутствия туалетов, просто потому, что верят в то, что человеческие фекалии обладают негативными магическими свойствами. Из-за такой веры от болезней в стране каждый год умирают люди. Но и это еще не все. Индия одна из лидеров в мире по количеству изнасилований. Так вот, многие женщины в бедных деревнях и селах в Индии никогда не ходят в общественный туалет или в поле в одиночку. Напомню, что своего туалета у них, конечно же, нет. Так вот, многие из женщин специально в жаркой Индии ограничивают себя в воде и еде для того, чтобы ходить в туалет не чаще раза в день. В этот поход они набирают других женщин для того, чтобы не подвергнуться там изнасилованию. Если они идут по нужде на природу, то тоже делают это группами, так как это единственный способ безопасно справить нужду. Вот такая вот страна и культура, куда за духовностью, мудростью, гуру и просветлением каждый год едут десятки тысяч наших соотечественников и миллионы жителей Запада. Про какую из религий вы бы хотели, чтобы я рассказал вам в следующий раз? Напишите об этом в комментариях, я их все читаю. А еще они очень помогают в продвижении видео. А в продолжении темы советую посмотреть мои выпуски про секту Кришнаитов и про секты Родноверов. Будет интересно, ссылки прямо на экране. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы это видео увидело больше людей. Спасибо за просмотр, будьте адекватны и разумны, с вами был Демиос, пока.